всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить карьеру за ротчдейл фифа 22 ведем этот клуб с низов английского футбола хочу я из него сделать топ клуб естественно добиться победы в пл а может быть в лиге чемпионов посмотрим как пойдет но пока мы стартуем в первой английской лиги да у нас второй сезон начинаются официальные матчи наконец-таки было у меня время поиграть потренироваться еще немножечко игре в обороне и за кадром я потренировался и понял что все таки все таки мне комфортнее играть без шага вперед и без агрессивных перехватов плюс ко всему плюс ко всему именно на предсезонных матчах мне тоже не понравилось как наши защитники вылетали вперед теряли зоны почему-то вот в конце первого сезона это работало замечательно но сейчас сейчас как будто бы это перестало работать поэтому я убираю агрессивные перехваты и шаг вперед думаю что без них справимся аккуратно надо играть в обороне разумеется тем более немножечко у нас просела центральная линия сейчас уходом морли немножечко она стала слабее естественно но сейчас я наверное отправлю скаутов искать усиление основы нам и нужен еще и молодой игрок плюс ко всему я не знаю вряд ли мы успеем в это трансферное окно подписать кого-либо найти и подписать там за 2-3 миллиона учитывая что у нас еще и задача по прибыли но зимой возможно получится кого-то подписать только мне нужно понять кого взять то есть с какой особенностью понятно усиление основы но есть мастер стандартов например нам вряд ли мы такого найдем мастер обводки есть дальнобойщик это дальние удары кстати возможно центральный полузащитник какой-нибудь найдется с дальними ударами а как вы думаете мастер навесов есть по всему полю наверное по всему полю мне нужен игрок центра поля все же давайте вот так попробуем если кого-нибудь найдут при том не из топ клуба из какой-нибудь там 2 английской лиги там чемпионшипа или либо 1 английской лиги либо там во франции второго дива либо игрока глубокого резерва какого-нибудь клуба из 1 французской лиги или там бундеслиги будет здорово посмотрим справятся ли скауты с этой задачей ну и плюс контракт тоже должен заканчиваться потому что так мы сможем подписать дешевле футболисты либо вообще бесплатно если ему 25 по моему до 25 или до 23 я не помню нельзя подписывать заранее по предконтрактному соглашению а уже старше можно что-то такое я помню да еще кое-какие тактические изменения оставаться в центре ода и ньюби все-таки не должны всегда бисли пусть остается эти ребята они должны все-таки ширину иногда держать не буду их ограничивать ну ладно погнали уже на пресс-конференцию наконец-то стартуем в первой английской лиги оксфорд юнайтед когда-то давно fifa 2005 или 2006 я играл за эту команду даже выводил ее тоже с низов хотя нет вру наверное все таки fifa 2010 какой-нибудь немножко позже это было еще до того как был ютюбером и так далее даже не думал о том что можно снимать видео повышение в классе это уже не просто мечта о как с такого вопроса начинается наша первая пресс-конференция мы приложим все усилия мы чувствуем что мы на это способны и ставим себе такую цель я уверяю болельщиков что нам это нужно точно так же как и им и мы приложим все усилия чтобы выйти в лигу выше первый матч сезона всегда важный оксфорд очень сильный соперник как считаете ваши игроки готовы к такому испытанию да оксфорд сильная команда я думаю по скиллам они превосходят ротчдейл конечно же главное хороший футбол парни знают что нужно делать я верю своих игроков меня полностью устраивает уровень на котором находятся мои игроки они способны справиться со всеми задачами которые может поставить соперник я жду хорошее выступление от парней вы проводите активную трансферную кампанию уже приобрели трех игроков значит ли это что кто-то из футболистов покинет клуб до закрытия трансферного окна да white white может покинуть а мы строим команду способную побеждать и в ней не есть место только целеустремленным игрокам готовым выкладываться на полную именно в футболке ротчдейла я прошу заметить надо было добавить именно так учитывая что вот морли и white уходят у нас морли уже ушел white уйдет именно из-за того что они запросили трансфер надо об этом помнить и надо такие уточнения делать играет oxford united по схеме 433 удержание то есть с опорником очень похожая схема на нашу и вообще я по такой же схеме играл изначально помните дать сейчас о да и ньюби стали действовать немножечко уже а что у нас там с запасом шуранов и white подуставшие видимо на тренировках вы выкладывались поэтому и настроение плохое у них до небольшая перетренированность у этих ребят но не страшно кстати white я обещал выпустить помните нам помните я думаю давайте он выйдет сыграет надо чтобы его кто-нибудь купил шуранов вроде тоже хотел выйти но это на замену если только надо чтобы вайта кто-нибудь купил мы на нем тоже заработали какие никакие деньжата ну что посмотрим как справиться в официальном уже матче в боевых условиях грант на месте морли это уже настоящая проверка наш скромненький стадиончик теперь более соответствует уровню команды на данный момент конечно же заполненный до отказа я думаю прошлый сезон заставил полюбить ротчдейл еще больше людей такая была результативная веселая игра у нас много пропущенных много забитых частью забитых больше чем пропущенных и самое главное достижение цели выход в следующую лигу повышение в классе не знаю я напомню что в первом сезоне у нас тоже было все замечательно на предсезонке но потом начались официальные матчи мы стали проигрывать и иметь большие проблемы здесь может получится точно так же надеюсь что начнем удачный сезон очень на это рассчитываю и рассчитываю на то что бисли начнет сразу с голов грэм накрывает нормально келли и давайте в контратаку бисли ньюби попытается здесь обыграть дважды одним финтом но в принципе почти ведь получилось ухты защитники интересно действует браво дэвис очень хороший перехват и шанс на контратаку очень хороший шанс воду по флангу о да подача ну бисли тут не успеет да и снова майкл дэвис но вот этот заброс конечно я поспешил выполнить нельзя так играть за футболистов нашего уровня нельзя спешить все-таки смогли пробить футболиста оксфорда долго 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 катали не могли вскрыть наше построение оборону ротчдейла здесь получилось удар в касание из подзащитника низом но на месте наш голкипер но это просто жесть я не мог даже вынести мяч не мог вынести и все додавили нас 1-0 оксфорд выходит вперед ну чувствуется сила да это уже не вторая лига это уже первое блокировка раз блокировка 2 вроде подбор надо было выносить просто на угловой за лицевой куда нить или в аут не с разворота тут накрыли ну и сразу удары гол да тяжко пока я другого и не ожидал майкл дэвис опять заблокировал о да ну вот шанс на контр-выпад воду ахты передача не прошла на бисли по задумке было все правильно но не исполнил защитник сумел перехватить келли подача скидка бисли на воду красиво разыгрывали до вода мяч не дошел правда колман потащил тяжелый тайм очень тяжел нам нужно во втором тайме футболистом рочдела нужно взять мяч под контроль иначе нам тут ничего не светит я не контролирую мяч вообще мы сразу его теряем это очень плохо да сложный тайм сложный матч сложный соперник браво грэм хороший отбор воду грант бисли воду не торопимся взять мяч под контроль о чем я и говорил келли форсит подключение шотландца ну кому отдать то некому 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 отдать вот келли забежал здорово ньюби бисли раскат 11 грант друзья вот пожалуйста гол гранта с места морли с позиции морли тот забивал сейчас грант начал забивать сразу же в первом матче хорошая комбинация грамотный раскат и джейк бисли голевая передача да куда без этого форсит снова подключение опять келли келли не продрался в этот раз юби убежит у него есть скорость чтобы убежать передача на бисли как далеко отпустил бисли джейк все еще с мячом удар в касание ай грант мог дубль оформлять не попадает полузащитник ротчдейла новоиспеченный игрок основы в другой угол можно было попробовать возможно легче даже было туда отправить мяч так на у нас келли подустал но не так чтобы сильно вы знаете не так чтобы сильно но дули готов выйти его подменить если что да также у нас мюллер давайте дули левее выйдет мюллер правее чтобы удобнее было отдавать разрезающие передачи и бить поворотом шуранова попозже выпущу опять майкл дэвис сколько он перехватов делает а вода классная передача бисли ну да хотел разыграть доверного а пас не прошел на кода оконнел теперь уже он но только нужно выйти из под прессинга сейчас здорово вот здорово вышли мюллер ньюби ньюби спокойно мюллер тороплюсь тороплюсь слишком быстро все и слишком велика вероятность ошибки при прессинге поэтому стараюсь быстрее избавляться от мяча пока наших футболистов никто не накрывает мюллер вот это хороший пас ньюби набисли джейк накрываются его удары накрываются ну что джейк дашь поиграть последние минуты шуранову 15 минут даже меньше снова майкл блестяще просто блестяще играет о да на шуранова пас отдули шуранов шуранов скорости нет вообще у товарища ну просто нет не смог убежать майкл снова его действия полезно очень мюллер на ньюби шуранов ну да как голкипер среагировал но тут ладно тут шуранов все сделал правильно бил в угол пытался низом отправить мяч в сетку ворот оксфорда но не зашло очень опасно форсит не успел помешать едва не пропустили шуранов ну пожалуйста очень долго очень долго но бисли также долго обрабатывает мяч поэтому защитники накрывает колман спасибо последние минуты очень напряженные очень нервные атака на атаку идет оксфорд тоже хочет выиграть разумеется разыграют ай-яй-яй пролетел у нас игрок грэм это пас не юбе нужно в центр переводить вот шуранов как раз мюллер ньюби заброс на шуранова и время вышло ничья друзья в первом матче 1 на 1 против оксфорда могли ли выиграть могли могли ли проиграть также могли равный поединок наверное ничья справедливо майкл дэвис абсолютно заслуженно получает самую высокую оценку за этот поединок великолепно играл в опорной зоне очень много перехватов и достаточно много овладеваний мячом после его действий получил рождейл ну грант гол забил мог еще забить жаль что не получилось у нас 37 процентов владения мячом это вот за счет первого тайма там очень очень все было плохо по владению но ожидаемые голы 3 1 2 и 9 действительно счет абсолютно справедлив и по игре шуранов не улучшил форму и с началом сезона это начало конца для него вот это вопрос на послематчевом интервью дальше будет только лучше шуранов не играет на свойственном уровне но сезон еще только начался у него будет достаточно времени чтобы вновь найти свою игру если будет учиться на своих ошибках будет прибавлять да почему вы решили не давать вейту еще одного шанса выйти стартом составе так это должно его подстегнуть добиться места в составе не просто я надеюсь мне удалось дать в эту понять что он в команде вовсе не незаменимый надеюсь он направит эмоции в работу то он молодой еще воспитание блин перерыве вы рассчитывали что сможете спасти эту игру до но на самом деле я доволен действием команды ну то есть я бы не стал отвечать наша игра вызывает у меня вопросы сегодня мы рассчитывали минимум на 1 очка вообще на победу рассчитывал даже когда счет был не в нашу пользу мне не было сомнений что мы не проиграем этот клуб всегда сражается до конца сегодня мы это доказали ладно в это еще наиграется пусть не переживает у меня он доверие к тренеру выросло до 82 почему-то интересно почему привет тренер вокруг уже все говорят о том что вы меня на новую позицию переводить я просто хотел сказать что готов делать ради успеха так не юбе ну ты подходишь да white я действительно ценю то что вы прислушивайтесь ко мне даете играть так держать келли извините но мне надо высказаться мне надоело что вы меня заменяете у него рейтинг уже 69 кстати в последней игре я совершенно точно могу принести команду победу тебе нужно быть форме не переживай все нормально так дули хотят купить возрастного нашего дули до свидули а турецкая команда хочет его взять пятьсот пятьдесят тысяч можно 600 за него выторговать но друзья у нас тогда не останется центрального полузащитника на замену вообще надо будет кого-то подписывать взамен дули я наверное откажу пока надо сначала найти футболиста купить а потом уже дули продавать я такой логике следую как вы заметили пон фирадина заинтересована в вайте 630 тысяч 680 верхняя планка я 720 помните предлагал и сразу весельку бы отказались от дальнейших переговоров но 680 так 680 давайте попробуем 680 5 640 а может быть тогда 675 640 640 645 окей ладно можно было попробовать 665 еще но я решил не рисковать так ну в целом мне кажется весельку б готовы были заплатить больше чем 655 тысяч евро я думаю там можно было до 700 ну плюс минус поднять 680 наверно можно было у них ну что уж теперь 655 тоже неплохая сумма за 30-летнего крайнего защитника который стоит 625 между прочим надеюсь вайт решит свои вопросы по личному контракту и перейдет мы получим еще прибавку небольшую бюджетом у и гон атлетик следующий соперника вот это серьезно я думаю будет у них по составу все хорошо 4 2 3 1 они играют так что у нас по настроению игроков да вроде все нормально может быть не юбе прямо на тренировке переучить на цфд уже как вы думаете много ли это времени займет и о да тоже но я просто не знаю может быть мы потом вернемся на игру с крайками именно такими широкими вает кстати перерос о да уже по рейтингу 66 у него как видите да быстро развивается и понятное дело хочет играть но на замену на замену выйдет перед этим матчем меня никто не просил его выпускать их выпускать кого-либо кстати фернандес 66 до у вакве превосходит я наверное кухой на выпущу в этом матче помните я говорил нужно ротировать форсита и кухой на и фернандеса с у акве у акве не играл поэтому он сыграет там у нас потом еще кубок через два дня на 3 это надо иметь ввиду поэтому ротация просто необходимо в кубке возможно сыграет данный тейлор у них правда тонус отвратительный посмотрите из-за того что на тренировках они не включены в занятия до хреново так то выйдут на кубок и будет очень очень сложно но кубок английской лиги вы понимаете да хотя в нем можно заработать денег но с другой стороны это не наша цель даже если вы летим в первом же раунде ничего страшного вот кубок англии там надо будет уже постараться поехали ну друзья мои надо постараться в отличие от первого матча здесь в первом тайме нормально контролировать мяч а не сидеть чисто в обороне и сразу вылетать в контратаке и терять этот самый мяч не хотелось бы видно что некоторые футболисты у игона с геймфейсами кстати ну поехали не дали бы если пробить первая атака ротчдейла давили полузащитники мяч до своего форварда главного забивал у нас сначала он промахнулся по мячу а потом уже двойной блок успел майкл дэвис бисли разворачивает контратаку келли ох тяжело как а выбираться из-под прессинга кухой на ньюби келли бисли долго чуть 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 раньше но а раньше бы я дал пас он бы не прошел скорее всего майкл дэвис хороший заброс ньюби ньюби на дальнюю штангу там о да пытается прострелить уже на бисли нет защитники контролируют джейка пожалуйста да сколько можно блокировать то все блокируется хода развернулся под правую пробил несколько раз все в защитника подскочила гранту тот пробил тоже в защитника а вот это не пенальти но я не понимаю ну что нужно еще сделать чтобы заработать пенальти ну прокинул мяч о да сейчас мимо игрока и упал неужели он симулировал давайте посмотрим повтор итак вот он о да волосы как всегда на высоте вот он убирает мяч вот он прокидывает его ну в мяч играет защитник кки сначала в мяч да сначала в мяч потом уже по ноге вопросов нет судья разобрался и снова не дают пробить ну вроде бы уже доходит рождейл до того чтобы завершить атаку голом но вот финальный удар никак не может состояться мы тоже блокируем надо сказать так же джейк на о да нет во втором тайме выйдет джесси вейт я надеюсь фактор нашего талантливого нападающего молодого скажется ну джейк теперь уже голкипер амус вступает в игру главный тренера объясняет шуранову как нужно играть наконец-таки чтоб он понял не знаю поможет ли это да первый тайм 0-0 друзья пока что да в этой первой английской лиги другой уровень обороны в первую очередь и мало забиваем но мало и пропускаем итак выйдет джесси причем он выйдет вместо о да не вместо не юби колмен 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 справился джесси набисли передача нет увы нет не проходит грант джейк внутри штрафной очень тяжело ну давай джейк да что ж прям в амаса прямо в амаса удар колмен спасибо а то отскоки опять в пользу соперника уиган пытался футболистов добить еще и с острова угла не вышло так 61 минута грант покидает поле выходит дули ну и опять же выходит мюллер вместо келли да ладно рука майкл заблокировал очередной удар и неужели мяч угодил в руку ну что будет удар поворотом или как да ну колмен справился очень тяжело мне вот такие моменты когда давит числом просто соперник и даже иногда нажимая на вынос сейчас да я нажимал на пас вместо выноса зря в итоге подарил мяч сопернику мы в первую я и в первом матче такой же был почти пропустил вот здесь вот да вроде перехватили уже и даже здесь оконул почти успел но с мясом нам затолкали джесси ну а что я мог тут сделать только угловой заработать максимум бить оттуда не было смысла удар бы нормальным не пошел и все были закрыты опять же джесси 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 давай на джейка джейк да долго джесси один-один мяч бери нам нужна победа ладно не берет мяч вообще завис бисли конечно очень долго работает с мячом штрафной почему-то тут перехватил здорово ньюби на джейка джейк на ньюби и там джесси пас какой плохой возможно стоило прострел нажать а не пас на ход но иногда и пас на ход так проходит ну 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 что за отскоки опять да вынести просто вынести господи опять бы сейчас забили на отскоках нам ужасный пас от ньюби головой надо отнять мяч то отнять друзья мои отнять надо мяч все соперником отскакивает у аквей хорош но время вышло уже опять ничья друзья две ничьи на старте сезона у ротчдейла оба матча завершились со счетом 1-1 ну здесь даже у нас лучше по ожидаемым голам можно сказать потеряли очки ну конечно джесси вейт главный герой этого матча забил без передач на добивании там еще и в красивом ударе в падении 7 и 3 получил не ну за бисли уже начинают предлагать миллион 800 тысяч 2 миллиона 200 за него можно выручить максимально но нет не отпущу пока не отпущу тем более пек и воля это так себе клуб если бы там какая-нибудь команда статусная предложила более или менее тогда бы еще можно было подумать кстати играем против суонси в первом раунде кубка английской лиги все вайт продан в панфирадину договорились они о личном контракте 425 тысяч к трансферному бюджету получаем ну и вообще в бюджет еще 655 как у нас там дела по прибыли теперь 8 миллионов 3 миллиона значит у нас есть на покупку ключевого игрока неплохо если еще удастся продать например бюхелей макконнелла за которых никто ничего не предлагает потому что они не играют скорее всего тогда будет вообще замечательно но пока предложений вообще нет да друзья у нас интересный состав на кубок против суонси варга шуранов вейт впереди дули брирли мюллер центре поля фернандес дан тейлор форсит оборона и колман только неизменно на воротах 532 у суонси схема и понятное дело что состав у них сильнее и очень сложно матч нас ожидает возможно вылетим сразу но постараюсь я сопротивляться темновато на нашем скромном стадиончике ладно в прошлом сезоне мы дошли до манчестера до олд траффорд и только там вылетели в кубке английской лиги но стоит вспомнить что все же там сначала сезон я начинал на легенде только потом на ultimate перешел шуранов ой какой заброс грамотный джесси надо забивать а что это суонси так проваливается то у нас сразу интересные дела за два матча в первой английской лиге никто так не промахивался не проваливался в обороне а здесь пожалуйста джесси вейт без фамилии на футболке и без номера на футболке открывает счет в кубковом матче показывает хорошую реализацию джесси но тут на пустые на пустой угол ему выдали тут надо было забивать конечно же дули это сделал вынести 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 колман ладно вышел и успокоил всех хорош тейлор довольно смело и чисто сыграл дулей заброс на варгу вот грамотно забежал открылся где там джесси не дождался я открывания на дальней штанге да и шуранова тоже не дождался нормально не получается выносить все равно мяч летит как будто магнитом притягивается к ногам нападающих чудом сейчас отскочили шуранов но оборона у сонси знаете ли не самая лучшая если честно правда шуранов тут ничего не смог поделать это тоже не удивительно джесси шанс у него шанс джесси ай не попал в ближний угол ай не попал немножечко или голкипер задел но я даже не заметил этого касания видимо задел пролетели все защитники 1-1 но к этому все шло ладно сонси давно наиграли на гол уолш сравнивает счет мне казалось что траектория перетачи перекрыта на него но только казалось за спиной двух защитников пролетел мяч а уолша никто не контролировал вообще неплохо сразу зарядил дули после перехвата ух ты браво защитнику сонси как он достал спас от углового команду очень опасно не успевает оборона рождейла не успевает а если бы забил оттуда ну с ваечка от голкипера вообще я скидывал конечно после подачи на дальнюю штангу в центр но пас не прошел ничья после первого тайма опять ничья 1-1 но здесь больше отскакиваем конечно пока без замен но я думаю чуть попозже выйдут игроки основы те или иные колман какой красавчик а то оборону то опять рождейла растащили на куски разорвали можно сказать айда шуранова почти дошел на вес хороший джесси вейт сделал на вес то очень очень острый именно туда куда нужно куда я и ожидал можно сказать мюллер начинает обучаться как нужно выжигать центр поля опорную зону надеюсь научится дули мюллер ну слабенький удар хотя такие слабенькие удары иногда тут залетают под перекладину ну время пришло давайте оду выйдет давайте все-таки дэвис в опорную зону хватит мучить мюллера это не его по сути дела он ближе к атаке должен располагаться ну и бисли наверное чуть попозже выйдет да оборона решето вот ну просто не реагирует на открывание соперников просто не реагирует стоят столбами защитники ну вот Майкл вышел дэвис сразу перехваты пошли сразу другое дело а тут я сам виноват какую-то дичь начал исполнять не выбираются нужные футболисты у меня ну к счастью мимо солнце нас прощает раз за разом хорош фернандес такой грамотный отбор техничный я бы сказал если отбор может быть техничным я думаю может быть подача о да ну не спи ты не за этим вышел совсем не за этим ооо что за пас колман ё-моё она мертва взять хорошо что наши защитники оказались рядом сыграли на подборе Джесси наш ураново пас до Ода мяч дошел и даже офсайда нет но Ода Ода ошибается очень долго опять же он работал с мячом непростительно долго Дэвис Майкл длинноногий наш опорничек сработал как следует ну что осталось совсем мало времени я выпущу на эти последние минутки Джейка Бисли может быть он успеет сделать нам результат ну что дополнительное время судя по всему тяжелый матч у нас сразу же в первом же раунде кубка ну мы отскакиваем сами посмотрите по ожидаемым голам а нет какой дополнительный сразу пенальти же точно точно я и забыл я и забыл мы бьем по девяткам старая тактика да хорош колман так медленно мяч летел казалось да зеленый тайминг 2-0 пока по пеналям не ну колман просто король одиннадцатиметровых пока что просто король надо же потащил кипер но не зеленый был тайминг ай-яй-яй 2-1 так не расслабляемся опа вот в чем риск как раз таки 2-1 мало забили пенок мало ты посмотри на него 3 подряд вытащил но колман вытащил 4 из 5 2-1 рождейл идет дальше вот это серия пенальти да всего лишь 3 забитых мяча 3 реализованных удара из 10 на 2 команды галкиперы красавцы конечно ничего не скажешь ничего не скажешь ну колман да 4 удара потащил у нас один удар был мимо девятки тоже стоит это отметить конечно каким-то чудом вышли дальше ребят но я продолжу играть в этом кубке вторым составом ну нормально пусть получают игровую практику 1-4 финала против Суонси да какая 1-4 боже мой игроки заслужили победу своим терпением игра не получилась это как у Карпина да в матче со словаками победа но игры вообще не было у сборной России стараемся выиграть все матчи а не переводить серию пенальти Варга играл как нападающий да он научится играть на этой позиции блин но может их реально переучить это долго правда да вот и Варга сразу ко мне обратился про позицию то так ну все вроде готовы Кохайн у нас занимает место правого защитника в этот раз Дэвис Гранд Келли в центре Ньюби Бислиодов впереди Конал Грэм защитники Колман все тут как тут и Шеффилд Вэнсдэй следующий наш соперник возвращаемся в чемпионат очень уж хотелось бы одержать уже первую победу дождик у нас тут дождик обычно наоборот сложнее играется ну да ладно Родждейл Шеффилд Вэнсдэй Кохайн грамотно прочитал ну и 3 в 2 выход ребята надо реализовывать Ньюби Ньюби вот у меня я не знаю я не могу перебороть желание отдать на пустые ворота ну вот правда не могу и все и эти передачи здесь в FIFA 22 конкретно они вечно не получаются не проходят почему то хотя это элементарные передачи ну тут ладно тут защитник успел а так в целом иногда на пару метров не могут отдать партнеру игроки да ну как ну ну я же нажимал ну поборись ты с ним нормально 1-0 Шеффилд выходит вперед головой нам давно не забивали поэтому мне обидно что верх проиграл Кохайн ну правда же ну вот он да он сзади оказался ну куда он выпрыгивал вообще ну куда он выпрыгивал что это за анимация неплохо разыграно неплохо удар бисли голкипер на месте ужасный удар просто абсолютно не точный ньюби куда ты бьешь ну вот куда во первых с большим трудом я его затормозил вообще чтобы он принял мяч на скользком газоне но во вторых не рассчитывал что он настолько не точно ударит в дальний угол бил бы в ближний тогда если б знал Келли Вот это выстрел 1-1 Умеет Келли, конечно, красоту забить у нас тоже Когда уже не веришь Приходит Келли и забивает издалека Между линиями открылся, получил мяч И с левой под перекладину Туда его Ну-ка, повтор из-за ворот Вовремя, кстати, нагнулся Джейк Бисли И по современным правилам, кстати говоря Если бы он находился в офсайде Гол, надо было бы отменять Опять 1-1 у нас Да что за счет-то? Мы прокляты, что ли, в этой серии? Я не пойму Четвертый матч подряд 1-1 Еще второй тайм, разумеется Я надеюсь, у нас получится забить Но, знаете ли Начинает меня это тревожить Так, нет-нет-нет-нет Вместо Ньюби все-таки А Ода остается Майкл, какой же ты красавец, а Не могу нарадоваться на него Просто не могу, и все Давай, Джейк И на Ода Здорово! Ну вот опять Последний пас или последний удар В этом проблема пока в этом сезоне Ну что, Келли подустал Дули Давай, немножечко освежи игру И пожалуй, что Все-таки Мюллер вместо Гранта Ну и меняю их опять местами Джесси, пожалуйста Дули У-у-у-у Как долго они принимают мяч И принимают решение Боже Особенно на мокром газоне О-Коннел Ух Паста прошел в центр штрафной Несмотря на то, что я думал Что контролирую эту траекторию Но нет, прошел И только О-Коннел На пути мяча остался Ну наконец-то Я аж затих 2-1 Мы второй гол за матч забили Наконец-то Это Джейк Джейк Бисли Ода отдал голевую Очень тонкую, кстати В разрез Именно туда, куда нужно мяч пошел Посмотрите Удобно Под удар с левой Фух Так, ну а теперь держаться в обороне Ода, он должен догнать Неплохо развернулся И решил пробить Вместо того, чтобы на Джесси Попытаться отдать Передачу Ну и абсолютно не точный удар Вон тренер показывает Покати Очень долго доля делал этот разворот И естественно его накрыли Опять же Майкл Дэвис опять Сыграл как следует О-Коннел Можно просто подержать мяч О-Коннел Ты че? Алло Он просто встал И не шевелился Я нажал кнопку передач Несколько раз Он не отдавал на фланг Просто не отдавал И все Это из-за прессинга Я понимаю Но не до такой же степени Прессингуют нас Чтобы выключаться Вообще из эпизода Джесси на Джейка Джейк Джейк Джесси Уэйт Теперь голевой отдал 3-1 Ну что Просыпается наш Спящий гигант Версия 2.0 Ну Павлюченко Первый спящий гигант Ну ладно Если по первому сезону Не назвать спящим гигантом Но пока в этом сезоне Да Спящий гигант Хорошее забегание Открывание Ну и Джесси Уэйт Надо отметить Опять же отдал Именно туда Передачу Куда я и Замыслил Задумал Как до этого И Ода Исполнил В общем Ну здесь Я не думаю Что мы должны Уже упустить Первая победа После трех Ничейных результатов Ну в кубке Ничья Закончилась Серией пенальти И все-таки Мы вышли дальше Считай победа Но в чемпионате Было именно 1-1 И 1-1 Ну куда ты Грэм Я вперед отдавал Вообще Вперед Неплохо Мюллер Ну что Не успели Ладно Время закончилось Я думал Джейк сейчас Опять пойдет Открываться 3-1 Друзья Победа Дома Это 3 очка И 5 в сумме По итогам Трех туров Неплохо Ну и здесь По ударам По ожидаемым голам Мы были лучше Несмотря на владение 41% А по оценкам Кто лучший Опять Майкл Дэвис Да Там один из лучших Ну 7-1 Да Нормально Джесси Одо Келли И конечно Бисли С дублем Ооо За Бюхеля Пришло предложение 110 тысяч Можно выторговать Пишут 105 Предлагают 110 Да Ну Надо тут аккуратно А то они психанут А я его хочу Именно продать Скажем 120 Вас устроит Ой 110 Ну ладно Ладно Хрен с вами Забирайте О'Коннел Обращается Я просто хотел Поблагодарить Поблагодарить вас Тренер Может я немного Самонадеянно С вами Разговор завел Но вы меня Выслушали За это я вас Уважаю И у нас В последнее время Дела получше пошли Я вас уверяю В раздевалке Атмосфера Сильно улучшилась Это он Помните Обращался к нам Что команда Не нацелена На результат Что Почему-то Хотя мы выиграли Предсезонный турнир Хорошо что Со мной поговорил Это мне нужно Тебя благодарить Хорошо что Ты поговорил со мной И рассказал О разногласиях В команде Ты взял на себя Ответственность И я это уважаю Нашему клубу Нужны такие люди Как ты Ну с капитаном Прям спелись Мы я смотрю Так Ну понятно За Джесси Вейта Сейчас пойдут Предложения Уже первая Полетела От турецкого клуба Не Ну естественно Я его пока не продаю У нас тут Плотные графики Через три дня На четвертый Матчи пошли Да Там кубковый Опять поединок будет Да Опять нужна будет Ротация Вот она ротация В полном понимании Да Тройка нападения Вейджуранов Варга выходит Брирли Выходит так же Тейлор выходит В паре с О'Коннеллом Фернандес Форсит на флангах Да Не полностью Конечно Всех я заменил Но Существенная ротация Состава Уолсел Против нас Команда С которыми Мы вместе С футболистами Этой команды Мы вместе вышли Да Из второй лиги В первую Погнали Курт Лейн Ну что Тут будет Потяжелее Таким составом Конечно Противостоять Атакам Соперников Да О чем я и говорил На 11 минуте Уолсел Открывает счет Это первый удар По нашим воротам Кстати Так бывает Нет нарушения Майкл А неплох А очень неплох Варга В дальней Первый момент У ворот Уолсела Создают Нападающие Родждейла И полузащитники Атакующие Благодаря Тому что Майкл Дэвис Накрыл В прессинге Так Варга И Джесси Вейт Никак Вот я наблюдал Как открывается Джесси Вейт И не увидел Вообще Ни одного момента Чтобы отдать ему Точную передачу Разве только В недодачу Чтоб он там успел Но это вряд ли Он бы пока принимал Его бы накрыли Скорее всего Неудачный Первый тайм Один момент У чужих ворот За весь Этот самый тайм За все 45 минут Но пора выпускать Я думаю Наших лидеров Особенно Джейка Бис И Шуранов Вообще никакущий Увы Для него Но это так Ну и Ода Вместо Варги Пожалуй что А так же Дули Вместо Брирли Вот что я думаю Сразу Джейк Сразу Принимает мяч И пробивает По воротам Первая попытка Неудачная Надеюсь будут еще Келли На подборе Здорово Бисли Заброс на Оду Как Как можно было Не забить сейчас Вот я не знаю Я уже видел этот мяч В воротах После удара Через себя Бисли Мяч застрял В лесу Защитников Скажем так Ну Вы все Сами Видели Опять Я не справился С Желанием Отдать На пустые И опять Оно не прошло Но потом был подбор Еще шанс У Ода И опять Нет гола Моментов Хватает у нас Моментов еще Как хватает От Оду Великолепно Джейк На второй темп Еще попробуй Не позволяют Отдать туда Браво Коуман Провалилась Оборона Родждейла Галкипер Выручил А тут уже все 2-0 Ну Да Вот Ничьи Потом Выиграли И тут же Надо проиграть Все как В первом сезоне Пока Все как В первом сезоне Есть у нас Конечно Еще 10 минут Но По такой игре Вряд ли Ааа Ну Ну просто Не залетает Просто не залетает И все Не залетает Сколько моментов И даже Переброс Галкипера Под перекладину Практически Но попал Именно в нее В перекладину Все там идеально Было И по таймингу И по силе удара Да Бисли в этом матче Уйдет без гола Хотя Казалось бы Да Столько моментов Во втором тайме Столько моментов Да И по ожидаемым голам У нас лучше 3-9 Против 2-3 Реализация Реализация Майкл Дэвис Опять 6-9 Он не падает Ниже определенного уровня Да Это радует Ньюби Жалуется Что не играет Регулярно Что ему Не по себе Не волнуйся Я про тебя помню Я знаю Что у тебя Профессиональное отношение К делу Не волнуйся В прошлых играх Мне просто нужно было Сделать кое-какие перестановки Я помню про тебя Хорошо Что я могу рассчитывать На твою преданность Делу Независимо от позиции На которую я тебя ставлю Бюхель продан Отлично Так Технарей мы тут ищем Я напомню Джексон Берри Неплохой потенциал Барбер Ну Так себе Арло Принц Это до свидания Сразу За этим еще Последит Скаут Так Ну что тут По бомбардирам Пока наших нет Естественно Пока наших нет И Это понятно Забиваем не так много Ну 5 мячей Да За 5 матчей Гол за игру Пока что Ну Бисли Бисли 2 мяча 11 место Я надеюсь Что он будет подниматься И подниматься И подниматься Так А тут Тут наших нет К сожалению Пока что Да Начало тяжелое Как и ожидалось 13 место Пока 4 игры 5 очков Надеюсь Будем набирать Против Халл Сити Следующую серию Начнем Это лидер таблицы И команда Претендующая Явно на Чемпионшип По крайней мере На старте сезона Такая заявочка Есть 3 победы 1 ничья У них 10 очков Будет интересно Против Халла Сыграть И я думаю Будет сложно Естественно Плюс еще У нас там По календарю Через 2 дня На третий кубок Но в кубке Опять Я говорил Уже Выпущу Второй состав Первую стадию Они С горем Пополам Прошли Ну там Конечно С внедрением Основных игроков Тем не менее Может быть И эту стадию Пройдут Кто его знает Не забывайте Про лайки и комментарии А также подписываться На канал Увидимся В следующей серии Пока